Мы нашли отца бедного школьника, который пропадал целый год, и пытались убедить Макса, чтобы он встретил с своим отцом. Чего ты так решил тут с отцом встретиться? Ты же так не хотел. Успокоился? Кого успокоился? Лена всем мозги, блин, вынесла. Сыр, не обращай внимания, сыр. Ты меня на это бросил, еще я выпил под конец. Мы же договаривались, Лена, потому что ты трезвый сегодня будешь. А это кто? Это девушка. Какая девушка? Я тебя для чего растил, а? Для чего тебя один тянул? Не бросайте меня, и все. Какой подает она тебе пример? Научить пить и драться? Она наоборот. Не пить, не драться, сидеть дома. Давай, давай. Какая продукта, я видит. Красава. Ребят, всем привет. Как вы помните, мы нашли отца, бедного школьника, который пропадал целый год и пытались убедить Макса, чтобы он встретил с своим отцом, хоть сейчас он держит на него обиду. Видеться он с ним ни в какую не хотел, но все-таки он сегодня нам позвонил. Ушло полторы недели на то, чтобы у него отошли все эти эмоции, негативные задние планы, и он все-таки решил встретиться с отцом и посмотреть на него и пообщаться с ним. Короче, с отцом мы уже созвонились, он сегодня снова работает, также продает елки, там, где мы виделись с ним в первый раз. И сейчас, короче, мы уже подъехали к дому Макса, Макс сейчас выйдет по стокому наберу, и мы уже поедем и сведем, прям реально, как ищу тебя, жди меня, вот эти вот программы, где встречается там отец, сын, которые пропали там на долгое время. Короче, надеюсь, что все пройдет нормально, то, что они помирятся, и у нас реально как гора с плеч будет, потому что мы не будем уже нести ответственность за Макса, как бы у него снова будет отец, который будет им заниматься. А мы же будем просто иногда приезжать, проводить с ним время, как-то общаться, узнавать, что нового. Все, короче, как-то вот так у нас по плану сейчас. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк, набираем 40 тысяч лайков, и выходит продолжение. А я сейчас набираю Макса, пусть выходит, и пора ехать, потому что отец нас уже ждет. Желаю вам приятного просмотра. Алло. Алло. Да, смотри, мы подъехали к тому дому, давай, выходи и поехали, потому что батя твой нас ждет уже. Ну давай, сейчас оброчи выйду. Давай. Ты же не видел его отца, да? Нет, ну ты раз назад его видел, конечно, он немного другой был. Ты же рассказывал, что что-то это, как и он там, в каком-то состоянии был не очень. Ну это да, это один раз так было, потому что второй раз все-таки его нашли, он уже был вообще в адеквате, правда не помню, что мы видели его пьяным, но он вроде нормально. То есть он сказал, что он просто день рождения был, короче, вот плюс зарплату получили, короче. Так, а почему он в итоге-то, я так и не понял, почему он никак не давал знать сыну, что он, типа, говорит то, что в одном дарсе он более-менее устаканилось, то, что он видел видосы, но вот видел то, что у Макс все хорошо сейчас, короче, в жизни, типа не хотел лезть, то, что наоборот, то, что типа радовался, не уточнить, все налаживается, и ты понимал то, что дать ему ничего не может лучше. Что-то бред какой-то, что ему дать-то, ты бы так ему помогал бы, допустим, отец есть, отец как бы, на чем ему помогал, отец есть уже. Ну, он просто на тебя ответственность скинул, что-то хрень какая-то, на самом деле. Хорошо, что в детдом отдать, да? Да. Здорово! Здорово. Что ты так решил-то вдруг с отцом встретиться, ты же так не хотел, успокоился? Кого успокоился? Лена всем мозги, блин, вынесла, говорит, поехали, это, ну, хочу с ним познакомиться, и все. А я-то зачем он? Знаю, у тебя и родители, наверное, на моих нет. Так, конечно, аргумент, блин. Да, девчонки так, кстати, многие делают. А где Лена тогда хочет, раз она познакомится? Она говорит, типа, адрес мне потом скиньте, я туда тоже подъеду. А она, типа, сейчас не дома, что ли? Нет. А где? На улице, наверное, не знаю, ушла и все. Да, понял. Так, ну, блин, тогда скидывай ей адрес, там, читаю, 29. Пусть поезжает сразу, потому что мы сейчас уже туда поедем. Ребят, помните, как я вам рассказывал про инвестиционную компанию ЛТД Леон, в которую я тогда при вас инвестировал 5000 рублей сроком на один день, чтобы проверить эту компанию? Так вот, давайте сегодня попробуем вывезти оттуда эти 5000 рублей. Итак, для начала нужно зайти в настройки и указать реквизиты для вывода, а затем уже подать заявку. Все, заявку я подал, и теперь остается ждать. У них, кстати, указано на сайте, что выводы до 300 секунд. Посмотрим, правда это или обман. Вообще, если сейчас реально все придет, то я начну инвестировать тысяч по 20, по 30. Ну, посмотрим. Если инвестируют 20000 рублей на 30 дней, то вам ежедневно будут начисляться 1,6% в сутки. То есть за месяц вы заработаете 48% чистой прибыли. И она составит вместе с депозитом 29600 рублей. То есть 9600 рублей это чистая прибыль. А если инвестируют, допустим, 50000, то давайте глянем по калькулятору. Ну, аж целых 24000 чистыми. Ребят, деньги прям вот только-только пришли. Вот прям только что. И реально очень быстро, все-таки не зря у них на сайте указано, что у них ментальные выплаты. 4850. А, я забыл комиссию. Ребят, кто реально хочет зарабатывать и зарабатывать, причем неплохие деньги на пассивном доходе, то ссылку на Авиалтодалион я оставлю вам в описании под роликом. Переходите, регистрируйтесь. Если относитесь скептически, то также можете вынести депозит сроком на один день. И затем, когда убедитесь, уже можно вынести нормальный депозит и нормально на этом поднять бабла. Продолжение следует... Так он обычно, говорит, не пьет. Просто не в тот момент мы застали. Что-то, поехали. Так, ну, ты старайся так сильно не конфликтовать, там ничего, потому что тоже очень сильно переживает. Он тогда еще говорил, что там подарки, не подарки, там не можешь себе позволить, то, что твои реакции боится, когда увидеть. Ну, а ты реально как к нему настроен вообще? Ты в прошлый раз еще говорил, что лучпун умер. Ну, что он, блин, сделал как-то не по-человечески. Ну, да, он реально не по-человечески сделал. Мы его не оправдываем, но как бы можно все это оставить в прошлом и начать с нуля. А сейчас скоро Новый год, вот, типа Новый год, Новая жизнь. Не в этот раз. Ну, что, ну, Лена все правильно тебе говорит. Ну, какой бы он ни был, это твой отец. Я считаю, что все равно ты не обязан вот прям вот с ним вот снова так сроднись, аж вместе с ним. Просто можешь с ним иногда общаться, узнавать там, как дела, что нового и жить дальше своей жизнью. Ну, там посмотрим, как вообще сейчас пойдет все. Ну, в принципе, так, поехали. Поехали. Так, ну, в принципе, мы подъехали, он вон там, он дальше находится. Лена, где ты? Точно там вообще. А? А что там, работа, что ли, его или что? Ну, мы договорились тоже там, да, сейчас я ему наберу, сейчас только Лену дождемся. Вот. И потом уже можно будет. Чай? Лена не знаю где, потом напишу, может. Так, а потом сейчас пиши, спрашивай. Сейчас пиши, да. Она же такси вызвала. Он напряженный, конечно, такой момент сейчас будет, мне кажется. Не знаю, у меня что-то ничего не напряженный, я в трассе не был, потому что, когда вы его видели, где как-то еще... Ну, я имею в виду между ними напряженный, между нами, ты пофигу вообще. Ничего такого нет. Написал, что ли? Да. Ну, ты понял, да, то есть не груби там, ничего. Потому что он тоже переживает. Стой, идет она. А, вон, да, подходит. Ну, что она там-то делала? Все, пойдем, выйдем, может быть, что в машине здесь есть? Если нам идти, все равно. Да, 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 пошли. Привет. 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 Что, ты его заставил узнать, что он видит с отцом? Да. Я все-таки настояла, потому что, как-никак, это не городной отец. И ты сама хочешь, когда он говорит, с ним познакомиться? Ну, да. Ты уверена, что это хорошее решение? Он сейчас знаком с моих родителей, с моими родителями. Почему-то и не могу познакомиться. И вполне нормально. Что здесь такое? Ну, не знаю, да, ситуация. В тебя никто не тянул за язык. И главное, вот поговорить с ним, чтобы он сейчас не грубил ничего. Потому что я уверен, что сейчас на эмоциях можно наезжать, а отец его сам как переживает. Алло, ну, мы, короче, подъехали. Ты что, на месте? А, все, сейчас подойдем. Сейчас все порешайте и в Новый год вместе отметите. Может быть. Это он, да? Да. Все, все, давай, все. Мы же поздно. Сын, здорово. Блядь. Ты меня на это что-то? Ты меня на это бросил, еще я выпил под конец. Ты серьезно? Я? Серёж, ты знаешь, какие проблемы у меня были? У меня и все проблемы были. Какие у тебя проблемы? Ты не знаешь, какие у меня проблемы были? Ты не знаешь, почему я ушел тогда? Почему тогда остался, когда я стрелял? Я спасал тебя, а не себя. В первую очередь начнем с этого, сын. Да, я знаю то, что косяк, да, у меня есть перед тобой. Извини. Ну что, извини, ты пьяный, пришел под конец. Мы же договаривались реально, что трезвый сегодня будешь. Главное, мы год не видят, ты еще и пьяный пришел. Ты же сказал, когда день рождения был. Ну серьезно, заранее же, блядь, договорились, нормально. Понимаешь, вот как вот можно с сыном увидеться, вот, трезвым просто, блядь, я... Обычно! Сейчас дичь какую-то пьяную, несчастную. Как можно с сыном трезвым видеться? У меня с тебя, бля, проблемы были, когда я тебя не видел. Какие у тебя проблемы были, блядь? Из-за тебя проблем, они мне сказали, что ты умер, а неделю плакал. А это кто? Девчонка. Я его девушка. Какая девушка? Его девушка. Его девушка, мы же тебе рассказывали, ты же видел. Ты же видео смотрел, наверное, нет? Это из-за такой, с которым он дрался, дай? Да. Вам сколько лет? Какая разница? В смысле, какая разница, сын? Я наблюдал за тобой, ты что думаешь? Что ты наблюдал, ты мог найти меня? То, что я где-то хожу, где-то там в городе, наверное, работаю, блядь, где-то там зарабатываю. Он елкой вон торгует. Блядь, ну сейчас вот видишь, извини, я тоже без работы не сижу, сына. Ты что, никак не можешь понять? Я для тебя, наоборот, хочу хорошего, блядь. Я тебя для чего растил, а? Для чего тебя один тянул? Не бросать меня, и все. Не бросать? Ну, такая ситуация сложилась. Знаешь, какие у меня были проблемы? У меня тоже проблемы были. Какие у тебя были? У тебя проблемы были. Какие? Большие. Ты же себя видом знаешь. Я уже в дом могу забрать. У меня много проблем было. Я знаю, там и с полицами, там вопрос был, еще что-то, но его никак не могли забрать. Если бы его забрали бы, я ясен перец, я, блин, я просто все дела вот свои, вот бросил бы, вот прямо. Ну, сейчас бы бросил бы и приехал бы ко мне. Вот если у меня сейчас проблемы были. Ну да, а я твой адрес знаю. Я знаю, вот спасибо вот Максу. Вот честно, вот большое тебе огромное спасибо. Я говорю, что ты резвый будешь. Не сдержался. Ребят, хочу вам посоветовать пересоединиться ко мне на самом сервере в GTA. Я играю на шестом сервере и хочу, чтобы вы были в моей банде. Да-да, я создаю свою банду и хочу, чтобы там были мои подписчики, чтобы уже устраивать войны между другими бандами. Сейчас я езжу на BMW X5 7, на красном вы сможете найти меня в игре именно по ней. Я жду обнову, в которой появится скоро Мерседес и снова я буду на зеленом Мерседесе. В общем-то, все как и в жизни. Я хочу как можно больше реализма. Как видите, там мы также сжигаем тачки, также у нас там своя банда и также там все тот же Макс Вашинг. Только в отличие от реальной жизни, в игре мы можем создать с вами вместе огромную группировку. Да, в этой игре можно стать кем угодно. Вы начинаете от бомжа, становитесь там полицейскими, строителями, таксистами. Нам это вообще не интересно, нам это не нужно. Нам нужно создать огромную-огромную группировку, чтобы просто захватить весь сервер. Плюсом игры является то, что в нее играть можно на телефоне. То есть вы можете играть вообще с любой точки, в любое время. Игра абсолютно бесплатная, поэтому вообще ни за что не парьтесь. Я думаю, что это будет очень круто, поэтому переходите по ссылке, которая указана в описании под роликом. Регистрируйтесь, вводите мой промокод при регистрации, который сейчас у вас на экране, Ващенко. Вы получите уже начальный бомж, благодаря которому вы сможете легче начать игру. Ну вот не сдержался, но ты понимаешь... Один день я к тебе приехал... Какой день? Да, просто видеться, поговорить и потом пей сколько хочешь. Хорошо, сын, давай начнем. Ты от кого такой пример взял? От себя. Бухать, драться, решать там что-то. А тебе хотел пример. Тебя же нет рядом. Меня нет? Да. А тебе, мать ли, чего дала жизнь? Секрет. Секрет. Я не хочу с тобой нормально разговаривать. Ну а когда тогда будем нормально с тобой разговаривать? Вы подождите, девушка, вы отойдите, я понимаю то, что... Да пусть стоит какая разница. Нет, не надо, иди ко мне сюда. Так, девушка, давайте в сторонке, там, не знаю, там, просто между собой поговорить. Идем сюда. Сэр, знаешь, я вот что-то наблюдал за тобой, да? Ну. Ты такую начал просто распиздеть, какую жизнь вести. Да хочешь таких же проблем, как у отца? Я лишь-то не хочу, чтобы у моего сына не было таких проблем, которые я. Так был бы с ним рядом, бы не было бы никаких проблем. Но почему ты ему не хочешь пример показать? Было. Показать. Вот пример его. Ну вот какой, блядь, вот пример, то, что я вот стою, да, вот. Ну а как он тогда будет не такой жизнью жить? Ты еще же просто желтянник, я не пришел еще торговать елками. Ты понимаешь, я стараюсь не только ради себя. Пьяным стараться это офигенно. А ради кого ты еще стараешься? Ради кого еще можно стараться, если у тебя только сын есть? С того, что ты торгуешь этими елками, то, что надо пропал. Я тебе могу больше сказать. Скоро будет у тебя новый ман. Скоро я тебя просто познакомлю с ним. Не отменяй никого больше. И так скажи, хватило вперед. И у тебя будет свод, и брат. Не отменяй никого спать. Знали об этом? Нет. Откуда вы? Я просто никому не... Ты нам ничего не говорил-то? То есть, блядь, если сейчас другая семья тупый, ты просто другой семьей. То есть ты кинул сына в 100%. Нет. То, что когда вот случилось, то, что я выжил. То, что я по городам мотался. Зарабатывал как-то. Ну, было время там выходной. Там познакомил с одной, там, Шуру-Муру. Ну, как обычно. Вот там зашел, там, пивка. И тяпнул после работы. Отдохнул и блядь. Как всегда это неудивительно. Ну, сын, от меня только пример не бери, блядь. Этот дурной пример заразительный. Я смотрел за тобой тоже. Но это не суть. Я тебя скоро с ней познакомлю. С кем ты мне познакомишь? А ему зачем стоять другой семьей, из которой ты он Нагад оставил? Зачем он, как-то, из другого города получается? Она из другого города, да. Совсем с другого города. Честно, переедут, типа? Я просто хочу пригласить и посмотреть, как она на это отреагирует. Она знает, что у себя сын есть вообще? Да, знает. Я и сказал то, что у меня есть. Я скажу, что ты меня Нагаду бросил, она от тебя уйдет и все. Она и так, я думаю, знает об этом. Она знает об этом, я и все сказал. Потому что те проблемы, которые у меня были, они были на том, что серьезные. Может, она тебе и подговорила, если не видится? То, что типа новая семья, новая жизнь. Ну, она как-то пыталась, но я ее переубедил, то, что я... Ты переубедил, но не виделся, все, не менее. Я все-таки сделал так, что я хочу с сыном видеться. Я ей сказал, что я... Когда он с ней с учетом, ты со мной захочешь увидеться? Что за девушка ей? Сколько вообще лет? Секрет. Ну, надо, 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 надо секрет. Ой, старше, да? Да, старше. Сын, зачем тебе старше? Она подает мне пример. Что? Какой она тебе... Какой подает она тебе пример? Научить пить и драться? Она наоборот. Не пить, не драться, сидеть дома. А ты дома, да? Да, с учебниками сидишь. Математику заубришь, да? Вот почему раньше мы с тобой жили в каком-то домике. Фиг с ним. Я старался как-то что-то, да? Учеба. Ты даже... Фиг с ним. Учительница придет. Тебе даст задание. Ты будешь решать. Все это писать. Сейчас он не учится, это да. А сейчас ты просто, называется, забил Большой Голланды, да? Ничего не забивал. Сижу дома и все, зато не пью, как ты, блин. Да, а проблемы ты решаешь сам, да? Да, вот так. Или вот так, по щелчку. Максу позвоню, да? Ну да. Нашел, да, опору, да? Нашел опору. Так ты сам вон она скинул. Ты же сам сказал, что... Да, я тебе сказал, что да, присматривал. Если что, случись со мной. Случилось же, по твоим словам. То есть ты нам еще наврал, понимаешь? Наврал нам, но это опускаем. Ладно, сейчас мы вообще о другом говорим. То, что вы будете как-то примиряться, я не знаю. То, что дам в говно, я не знал об этом. Ну ты нахуя так косячишь? То есть он согласился на встречу с тобой кое-как. И ты еще и пьяный пришел. И то я не с самым согласился. Говорили благодаря ей. Сука, он шатается, стоит. Нет, давай так, сэр. Это журнок не важен так. Ну худо на сон. Ты готовый. Да. Понимаешь, сэр, давай так. Дай мне дня два. Я отойду. От этого. От этого вот. Бери два дня, на, два дня. Че, зачем ты мне? Я не хочу больше, чтобы увидеться. Давай с тобой, тет на тет посидим. Без твоей, там, не знаю. Зачем она тебе нужна? Если бы не она угорает, то смысл зачем она угорает? Она на гад, старший. Ты мне 17 лет, ты че угораешь? Да зачем она тебе нужна? Дай же мне сколько лет. Ну вот она тебе зачем нужна? А ты мне нужен. Ты только выбор не ставь. Зачем тебе звонят? Чтоб не отойти в чувство, прийти. Ты по-трезвому уже. Я тебе скажу адрес, куда подъедешь. Посидим с тобой. И поговорим. Сэн, я понимаю то, что мой косяк, но извини. Мы, как говорится, мужики, мы можем его решить меж собой. А здесь вот перед твоей, там, не знаю, там, пасы, пачерцы, там, не знаю, как ее там называть, черепаха, что ли? Ты че несешь, блядь? Ты че несешь, что ли? Какой черепаха? Ну твоя девушка. Мадмузель. Лена ее зовут. Хорошо. Лена, да? Я сам прихожу. Я его отец. Ну что? Все. И давай с тобой решим. Все. С тобой сядем за одним, общем, столом и поговорим. Сейчас я, да, я не в таком состоянии, чтобы дальше какой-то диалог вести с тобой, Сэн. Но пойми, да, я знаю то, что, блин, косяк у меня есть перед тобой. Сэн. Я не хочу больше. Дай мне руку. Господи. Давай договоримся. Два дня мы с тобой сидим, чай, тортик и пообщаемся. Водка, да? Ну что, у вас могу общего, он бухает, ты бухаешь. Мы с тобой увидимся через два дня. Ты что, дрожишь? Ты что, дрожишь? Пойдем. Пойдем. Пошли. Куда его ведешь, что ли? Сын, грейся, грейся, она теплая, грейся, чтоб ты не дрожал. Все, мне тепло, все, снимай. Да все, на, на. Не снимай, грейся, ты еще раз говоришь. Ты что, ты сейчас пытаешься уговорить еще на одну встречу и снова пьяный придешь? Нет. Ну что, нет, мы с тобой сегодня договорились, что нет. А специально тебе несколько раз сказал, не пей, только пожалуйста, не пей. Сказал, что нет, конечно, я все понимаю. Что, дурак, только пить у тебя. Вот, блин. Блядь, перегарм, как и тебя несет жесть. Вот так получилось. Ну да, я виноват, я вот перед ним вот, должен свой косяк перед ним ему объяснить, почему и как, что все произошло. То, что я ему сказал, то, что я опасался за его жизнь. Сейчас речь даже не об этом, это я вообще ему сказал, то, что все, наоборот, что он про это ничего не говорил, чтобы он просто с нуля начали дальше, то, что не надо все вспоминать, все ворошить, все это говно, то есть тебе надо было просто прийти трезвым, все. Что, можно было вообще больше? Один день мы мог просто прийти трезвым, один час. Но хотел с девушкой своей познакомить, девушка мог с тобой познакомиться. А ты в итоге ее напугал и какой-то ерунды наговорил. Мне сам главный сын, а там он же пускай сам уже расскажет, когда мы сядем всем за столом, договоримся о встрече. Сцен не снимает, не дергай плечами. Я смотрю, как ты дрожишь весь. Стой и греть. Больше у меня Деда Морозов. Ты ни разу. Не вытелитель. Сцен, я тебе мат учил. Это ты начал как-то уже. Ну а что ты меня тулпу всякую надеваешь? Чтоб ты хотя бы грелся. Папа твой знаешь, где был? Там, где можно в шорт ходить. А, то есть ты отдыхал, что ли где-то там алютит? Работал, отдыхал, когда жопа в мыле. Вот это работа. Ну все, поехали. 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 Все, мы с тобой договорились. Да ему в машине тепло будет. Точно, машина далеко у вас. Вот она стоит. Вот здесь вот. Все, надо снимать. Какой-то роднул тебя видеть. Красиво. Да, это не нагрей. Что-то он, по-моему, расстроился. А? Расстроился уже. Идем. На самом деле, да. Да, он прям это расплакается, по-моему, если мне не показалось. А тебе? Так, хотя он поебал глядать за то, что он пьет. Первый раз меня увидел, блядь, еще пьяный пришел. А как-то ощущения были, что он на Лену так наезжал? Я даже не обратил внимания. Серьезно? Вот так он заступается. У тебя как впечатление о его папашке? Не самые лучшие. Вот честно. Я ожидала совершенно другого. Думаю, что встреча пройдет хорошо, и мы все поговорим, все обсудим. Ну мне кажется, от человека такого, который много-то оставил своего сына, вообще ничего ожидать не стоило. Ну да. Как минимум. А во-вторых, мы сами ожидали, что он будет пьяный, потому что мы договаривались с ним заранее, несколько раз договаривались, что он будет трезвый. А тот факт, что у него семья новая, никого не смущает, да, эти вопросы? Кстати, сейчас с братьком знакомиться будешь? Ну, пусть он и знакомиться, а не я с ним. Что, серьезно, ты не против познакомиться? Почему Ассинь наврал вообще? Я думаю, он не наврал. А почему? Я думаю, наоборот, по пьяни тип выложился, как есть. Ну вот и причину, почему он не мог появиться. А как это связано? Ну, смотри, я удерживал его. Смотри, у него сначала были проблемы, потом получилась эта ситуация. Он, наверное, увидел, как он говорит же, что ты помогал Максу, и он решил, вот, на какое-то время, возможно, что... Его не хватит на двоих, и он-то просто там своей новой беременной кому-то будет помогать. Он беременна, у него все пополучают сводный сын, то есть от ее брака, я так понял, от старого. А, в смысле, то есть это не от него, да? Да, то есть уже у него был свой сын, а жировецники. Странно. Странно, тогда я думал, что, подумал, что именно его. Это получается уже не сводный. Тогда это за странно. Если это не его сводный. Как раз таки сводный получается. Ну, ты понимаешь, ты ему шанс уже дал. Но пьяный мой сейчас забудет, и все. Можно даже не вспомнить про нашу встречу. Да, да, он вспомнил. Да, он, слушай, а он сегодня не настолько был пьяный, как в прошлый раз. Сейчас он, сейчас он был в адеквате, я хочу сказать. То есть от него несло перегаром, он нес, ну, он, кстати, даже не нес особой херни. Он вроде как адекватно даже, типа, мыслил. В прошлый раз он вообще не мог двух слов связать, там вообще жесть полная происходила. Так что, я хочу сказать, что он очень просто подвыпивший. Просто подвыпивший, что ему два дня надо отойти. То есть он планирует напить, получается до того состояния. Но к тебе так относился, сказал, ты тут вообще лишнее. Черепаха назвал тебе, черепаха. Я говорю, что правда, я думаю, просто был подвыпивший из-за этого. Я буду надеяться. Скорее всего, да. Потому что, ну, это странно. Почему он вообще против себя что-то может иметь? Да он даже ничего не знает обо мне. Да, зачем тебе старуха говорит? Почему вообще он идет в том, что Макс бухает и дерется там с кем-то? Значит, и, короче, вы еще с ним встретитесь разочек, я так понимаю. Ну, если у них следующая встреча пройдет хорошо, и он не будет против со мной познакомиться, то да. Надо было вам номерами, короче, обвиняться и самим, короче, с ним увидеться. Нафиг. Сам найдет. Ребят, наконец-то мы отвезли, короче, Макса с Леной домой. Теперь я могу передать свои, как бы, эмоции, потому что я все равно старался держаться, все на шутку возить. Но это, на самом деле, реально пиздец, потому что мы реально по-хорошему просили его не пить. Это нужно было в первую очередь ему, а не нам. То есть, это был его интерес, как помириться с Максом. Макс пошел на встречу, мы просили его не пить. Учитывая, что мы и так думали, что он, типа, не пьет, потому что он тогда сказал, что это просто единичный случай такой был. Оказывается, что он пьет, да еще как. И я не знаю теперь, что делать. То есть, даст ли Макс еще один шанс. Сейчас он, типа, в одно говорит, а по факту сейчас придет домой, просто психанет и уже не захочет с ним видеться. И не факт, что тот опять будет трезвым. Причем как-то и его вроде жалко, да, но на самом деле, когда ситуацию понимаешь, что по сути жалеть-то нечего. Ну да, он сам себе просто губит всю жизнь. Ну как жизнь, отношения с Максом. Жизнь к нему, я так понял, хорошо налажена. То, что у него есть другая семья, оказывается, жена, ребенок от этой жены. Круто, вообще весело. Почему он нам об этом заранее не сказал? Мы бы хоть как-то подготовили бы Макс, чтобы он уже эту информацию как-то там усвоил, переварил. Диалога нормально, конструктивно не получилось. Вот еще плюс, мы договорились и с ним, и с Максом, что они не будут ворошить старое говно, они просто начнут как бы с нуля, как будто бы ничего не происходило. В итоге Макс просто стоял, а тот начал вот все это вспоминать, что там раньше происходило, почему он его оставил. То есть, ну наоборот, получается, он нагнетал негатив. Этого не нужно было делать. Да хотя, чего не нужно было? Не нужно было, блядь, пьяным приходить. Короче, ребят, вы хотели эту встречу? Вот она произошла. Ни к чему хорошему она не привела. Но факт с этим фактом они встретились. Короче, на этом видос подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Набираем 40 тысяч лайков. И выйдет продолжение. Я не знаю вообще, какое оно будет. Согласиться, Максим видится или нет. Но, во всяком случае, в следующем видео мы доедем до Макса и спросим вообще его мнение, и собирается ли он видеться со своим отцом. До новых встреч. Пока.